МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теперь уже 21 жертва. Все занятия в ярославских колледжах сегодня начались с минуты молчания о погибших в Керчи. На личном контроле градоначальника и ОМЭРа Ярославля Владимир Волков встретился с дольщиками долгостроя на Ньютона, а всем структурам даны конкретные поручения. Актер, режиссер, педагог и безгранично талантливый человек. Это школа, которую надо получать. Это мастер, с которым надо работать. Народному артисту России Александру Кузину исполнилось 65. Прогулка с телефоном. Ярославль, красивейший город. Известный российский певец Сергей Лазарев оценил перед концертом красоты Ярославля, а эмоции представил в интернете. В прямом эфире городского телеканала работает информационная служба в студии Наталья Пиунова. Здравствуйте. Все занятия в Ярославских колледжах сегодня начались с минуты молчания. Об этом рассказали в региональном депообразовании. Учащиеся и преподаватели почтили память погибших в Керченском политехническом колледже. Согласно официальным данным, число жертв возросло до 21 человека, около полусотни ранены. Как стало известно, среди погибших 15 студентов, шестеро из которых несовершеннолетние. Также трагедия унесла жизни пяти работников колледжа. Одна девушка скончалась в больнице. Накануне студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство в здании учебного заведения. Позже подозреваемый покончил с собой. Изначально следком рассматривал версию теракта, однако позже переквалифицировал уголовное дело на статью убийства двух и более лиц общий опасным способом. Вопрос подачи тепла в Переславле-Залезском решен. В городской администрации провели экстренное совещание. Тепло не поступало в микрорайон Чкаловский, в военную часть и городок, которая обслуживает частная компания. Служащим ракетных войск стратегического назначения пришлось самовольно открыть вентиль и несколько часов удерживать оборону. По словам руководства, компании отопления воинской части отключили из-за долгов. Однако в ходе проверки информация не подтверждалась. В должниках сама котельная за газ предприятие не выплатила почти 50 миллионов рублей. Сейчас теплоснабжение восстановлено. Принято решение о передаче котельной из частной собственности в муниципальную. В центре Ярославля разрушаются архитектурные памятники. Департамент охраны объектов культурного наследия обнаружил пять зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В основном это усадьбы 18 и 19 веков. Все они признаны памятниками культуры федерального значения. Здания покрыты трещинами. В некоторых отсутствуют окна и перекрытие. Содержание объектов культурного наследия обязаны собственников. Департаменту предстоит установить владельцев и добиться реставрации зданий. Это составление протоколов административного правонарушения, это направление материала в суд, это штрафы, это потом через суд понуждение, ну и конечный результат – это возможно изъятие объекта у собственника. Если совсем будет критичная ситуация, то вплоть до возбуждения уголовного дела по 243 статье. В Ярославле проверены 84 памятника архитектуры. В ближайшее время планируется исследовать всю зону ЮНЕСКО. Кстати, помочь в этом сможет любой ярославец. В регионе скоро появятся первые общественные инспекторы. Все желающие смогут пройти обучение и отслеживать состояние памятников. В России волонтеры еще ни разу не привлекались для этой деятельности. Инициатором проекта стала Ярославская область. Глава Ярославля взял на личный контроль завершение работ на долгострое по улице Ньютона. Сегодня Владимир Волков встретился с застройщиком и будущими жильцами. Совместно поставлены сроки завершения работы заселения. Алена Стецук знает, когда жители въедут в свои квартиры. Отметить новоселье обманутые дольщики должны были еще в конце 2016-го. Но торжество застройщик все откладывает и откладывает. Работы периодически то прекращаются, то возобновляются. И дом в высокой степени готовности вот уже на протяжении нескольких месяцев, практически год, находится в одном и том же состоянии. Несмотря на это, большинство дольщиков даже не было в своих квартирах. Сегодня они впервые переступили порог. Ранее подрядчик держал дверь на замке. Со стороны застройщика никакого взаимодействия с нами нет. Все взаимодействие идет либо с помощью департамента строительства, либо вот как сейчас первый раз у нас получилось с мэрией. До этого мэрия с нами на контакт не уходила, но вроде как с новым руководителем появился контакт. Сейчас стройка сдвинулась с точки. Банк снял залог с части квартир в целях присоединения жилого дома улицы Ньютона 19-15 к инженерным сетям. Застройщик начал строительство теплотрассы. 10 ноября должно быть подключено тепло, должно быть электричество подключено и должна быть подключена канализационная станция. Поэтому мы приедем, все проверим и останутся мелкие недочеты, недоделки, которые застройщик уже своими силами устранит. В этом году все дольщики, все жители должны въехать. Меньше чем через месяц глава Ярославля вернется сюда для проверки вместе с инициативной группой жильцов. Тем самым для дольщиков появилась надежда. Покупка квартиры – ощутимая трата. Уже год жду, когда выдадут ключи благополучно, но пока все так же в тишине. Платим ипотеку, живем с родителями, вдвушки, теснимся, едим, но как-то выживаем. Мы сейчас вынуждены платить ипотеку, и недавно у нас двойня родилась, и вынуждены сейчас снимать квартиру всей семьей. Меня бросают в подхолодный. Одна мысль о том, что нам скажут выселиться из своей квартиры, то нам некуда будет идти. Тогда было, наверное, первых три этажа, и вообще стройка шла прям темпами, семимильными шагами. Мы даже не думали о том, что мы станем какими-то обманутыми дольщиками. Даже при сдаче 18-этажного дома у жильцов останутся некоторые неудобства. Все они связаны с недостатком окружающей инфраструктуры. Помимо того, что дом находится посреди частного сектора, разрешение на возведение было выдано до запрета на точечную застройку, еще одной проблемой жильцов станет дефицит парковочных мест. Эта стоянка рассчитана всего лишь на 40 машин, а квартир в доме 174. И здесь жители тоже рассчитывают на помощь городских властей. Алена Стецок, Константин Дмитриев, Новости города. В больницах Ярославской области появится современное оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В регионе разрабатывается проект по снижению смертности от инфарктов и инсультов. Лечением занимаются четыре сердечно-сосудистых центра. Наш корреспондент Дарья Крот побывала в главном. «Сильно заболело сердце в области груди. Выпил таблеточку варидола, не помогает. Корвалол не помогает. В полицию обратился. И привезли сюда уже в Ярославль. А вы откуда? В Татаево». Таких, как Сергей Агалаков, целое отделение. В операционную сосудистого центра больных привозят как на конвейере со всего региона. А все потому, что из четырех сосудистых центров области только этот оборудован ангиографом. Современное оборудование позволяет проводить операции прямо на работающем сердце. Все его сокращения и внутренние сосуды видны здесь, на экране. Поэтому для операции требуется всего лишь один прокол, а не серьезное хирургическое вмешательство. На место испорченного сосуда вставляют металлический протез, диаметр от 2 мм. В этом году здесь проведут 971 операцию. И это беспрецедентная цифра. Число инсультов и инфарктов растет с каждым годом. И не только среди пожилых людей. «Количество инфарктов в работоспособном возрасте остается достаточно высоким. И, к сожалению, это захватывает и возраст от 20 до 30 лет у мужчин». Инфаркт и инсульт занимают первое место по смертности как в целом по России, так и отдельно в Ярославской области. Тем временем президентом Владимиром Путиным поставлена задача повысить продолжительность жизни. «Нами за этот год удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний практически на 4,5%. По сравнению с предыдущим годом это более чем удовлетворительный показатель работы наших медицинских служб. За следующие 6 лет показатель планируется снизить до 0,45%. С этой целью разработан региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но одна областная больница не справится. Необходимо модернизировать оборудование. «Будут поставлены новые ангиографы в областную больницу. И что очень важно, для нас это исключительно важно, это город Рыбинск. Не будет необходимости пациентов Рыбинска, Пашихонского района, близлежащих других районов доставлять в областную больницу. Все это можно будет делать в Рыбинске, кадры позволяет». Но основной упор будет сделан не на лечение, а на предупреждение болезни. Для этого планируется усовершенствовать маршрутизацию. Другими словами, придя в больницу, пациент будет попадать именно туда, где ему максимально быстро помогут. Дарья Крот, Василий Мосин, Новости города. Первый в Ярославской области мусорный полигон планируют рекультивировать в следующем году. Сейчас проект прошел государственную экспертизу, которая подтвердила необходимость полной ликвидации свалки и соответствие всей документации. Это был самый сложный этап подготовки к рекультивации полигона под Переславлем. Площадку для твердых бытовых отходов закрыли летом прошлого года по поручению губернатора Дмитрия Миронова. Тогда власти начали прорабатывать проект рекультивации. У его истоков стоял нынешний глава Ярославля Владимир Волков, который в то время руководил Переславлем. Самое важное, что нам удалось сделать в кратчайшие сроки, это получить положительное заключение государственной экспертизы. Оно было получено на днях, и теперь уже нет никаких препонов для того, чтобы на следующий год приступить уже к самой рекультивации. Согласно плану, к работам приступят весной. Вначале произведут утрамбовку и пересыпку содержимого полигона, очистят сточные воды и выведут мусорные газы. Далее этап биорекультивации, высадка деревьев, завезенный плодородный грунт. Закончить работы собираются также в следующем году. Мост Виадуку, арсенальные башни в Ярославле закроют с 22 октября для транспорта и пешеходов. Причина – ремонт объекта культурного наследия. Запрет на движение по мосту через Медведевский овраг будет действовать до конца года. Последняя смена яротряда завершена. Сегодня участники движения трудились в последний день. Яротряд обрел популярность среди подростков, и даже осенью находились желающие поработать. Всего за пять месяцев в благоустройстве города участвовало более 600 школьников. За это они получали не только заработную плату, но и участвовали в различных мероприятиях. Некоторым так понравилось, что они отработали все пять смен с июня по октябрь. Ребята в течение летне-осеннего периода помогали городу в благоустройстве, ухаживали за клумбами, поливали цветы. Сейчас в осенний период помогают с уборкой листьев, то есть являются такими незаменимыми помощниками города в том, чтобы навести порядок, ну прежде всего, конечно, в историческом центре, ну и в спальных районах тоже. Наша команда очень позитивные, активные ребята, очень поддерживают друг друга. На самом деле здесь очень классно, мне очень понравилось. Итоги работы подведут в пятницу на награждение лучших активистов движения. Трудиться яротряд продолжит и в следующем году. Тогда к участию в трудоустройстве молодежи планируют привлечь и бизнес. В Ярославле появился штаб городского казачьего общества. По этому поводу сегодня торжественное открытие с песнями и танцами. Помогли с помещением власти Ярославля. Значимое событие. У нас появился дом, где мы можем принимать людей, которые хотят вступить в казачьи ряды. У нас организована народная дружина. Здесь же будут происходить разводы на патрули. Я желаю только развития и расширения такой организации. Так как казаки – это порядок, это традиции, это история. Городское общество – это 106 казаков, в основном потомственных, чьи предки были казаками. Это люди верующие, как правило многодетные, они хранят традиции. Ярославские казаки следят за общественным порядком на вокзалах, массовых городских праздниках. Есть два кадетских класса в 44-й и 60-й школах, где учащиеся узнают об истории казачества, занимаются строевой подготовкой, изучают фольклор. Школьники сегодня смогли окунуться в мир 3D. В Ярославле проходит фестиваль науки. Для гостей эта неделя насыщена и разнообразна. На нынешнем мастер-классе ученикам показали, как создаются объемные модели. И рассказали, как их используют в различных областях науки. Рассчитываются каждый из слоев, его геометрия, после чего это преобразуется в так называемый G-код, который передается на принтер. После чего принтер, собственно, механическую работу совершает, рисуя вот эти слои и таким образом послойно создавая изделие. У нас сегодня задача была показать им две составляющие. Это трехмерное моделирование и аддитивная технология, то есть это 3D сканирование, 3D печать. На глазах школьников 3D принтер напечатал лягушку. На это потребовалось 54 минуты и 20 граммов пластика. В модели всего 15% материала, все остальное воздух. Поэтому лягушка получилась очень легкой и хрупкой. Ребята с удовольствием наблюдали за процессом, задавали вопросы. А тот, кто был самым активным, забрал 3D модель домой. По собственному желанию я сюда явился и смотрел это с отличным, большим удовольствием. Для себя я узнала, что это достаточно выгодный будет бизнес в первую очередь. И в целом узнать о моделировании как о чем-то более новом, то есть более детально узнать. То есть если до этого я знала так поверхность, то сейчас нам продемонстрировали и показали. Фестиваль науки в этом году проходит в пятый раз. Кроме встреч с учеными, проводят экскурсии в научных лабораториях, шоу и выставки. До конца недели есть возможность посетить лекции по астрофизике, астрономии, робототехнике и психологии. В Ярославле открылась мастерская игрушки, причем елочная. В необычном музее собраны украшения, которыми в разных странах мира наряжают новогоднее дерево. Марина Смарагдова ценила работы. Первенство в изготовлении новогодних украшений принадлежит Германии. Не просто стеклянные шары, а многодельные, со множеством мелких деталей игрушки. На выставке вспоминают Тюринго и город Лауш, где впервые начали выдувать стеклянные шары. Наша задача и основная идея, может быть, была показать новогоднюю игрушку во всем ее многообразии. Что это не только какие-то шарики, советские фигурки, к которым мы привыкли, но и на самом деле она имеет более глубокие традиции, корни. Рядом с Германией новогоднее настроение Норвегии с исключительно экологичными деревянными и шерстяными атрибутами праздника. Вот под елочкой древлят самый настоящий Пиноккио, прибывший из Италии. В музее немало и российских брендов. Ярославская майорика, игрушки из соседней Костромской области, невероятной красоты деревянный Дед Мороз, украшения из Киева, Петербурга и Москвы. Стеклянные, деревянные, вязанные, керамические и даже такие, которые президент страны дарит иностранным коллегам. Это серия Рождества, такая вот необычная матрешка из пяти штучек, в которой главный персонаж ангел, дальше у нас идет Мария с младенцем, в ней Иосиф, потом у нас такая замечательная овечка и рождественская звезда. Рядом с музеем новогодних украшений работают мастера. Игрушки – дело исключительно авторское. Как говорится, рисуй игрушку летом, пригодится зимой. Как рождается майорик и как правильно изготовить форму и аккуратно залить в нее нужный состав, об этом тоже рассказывают во время экскурсии. Мы занимаемся декором предметов интерьера. Это могут быть любые предметы. Это может быть даже что-нибудь глобальное, типа мебели, декора мебели. Мы занимаемся разными декораторскими техниками. Мастера декупажа могут превратить даже дерево в камень, ловкость рук и знание возможностей красок. В мастерской можно попробовать себя и в качестве художника. Ярославские журналисты смело взяли кисти, чтобы создать эксклюзивное новогоднее настроение своими руками в одном экземпляре. Марина Смарагда, Максим Сушанов, Новости города. Известный российский певец Сергей Лазарев прогулялся по Ярославлю перед концертом. Свои восхищения столице Золотого кольца звезда представила в Инстаграм. Лазарев сделал фото на Советской площади, посетил историко-архитектурный музей и художественный музей-заповедник, где поднялся на колокольню. Ярославль – красивейший город, очень здорово здесь. Нам очень нравится. Особенно гулять. Огромное количество музеев, церковушек. Ярославский режиссер Александр Кузин отметил юбилей 65. Народного артиста России знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Кузин ставил спектакли в разных странах – Киргизии, Туркмении, Узбекистане, Германии, Южной Корее. Вот уже больше года он сотрудничает с Мариинским театром, где представил на суд зрителя две оперы – не только «Любовь Родиона Щудрина» и «Царскую невесту» Римского Корсакова. Александр Кузин ставил спектакли и в «Первом русском». На всякого мудреца довольно простоты чертова дюжина тортюв лес. Вот и сегодня в Театре драмы имени Волкова дают кузинскую постановку – комедию, таланты и поклонники. В ролях – бывшие студенты юбиляра. Это школа, которую надо получать, это мастер, с которым надо работать. Это именно основа и основа, как станок для балетного человека. Это вот Александр Сергеевич. Помимо того, что он воспитывает серьезных профессионалов, очень важно быть личностью. Он воспитывал в нас хороших людей, приучал к культуре, приучал вообще к жизни. Несколько лет Александр Кузин работает в Ярославском театральном институте. Он профессор кафедры мастерства актера. Летом народный артист России набрал новый курс студентов. В Ярославле реконструируют спорткомплекс «Каучук» на резинотехнике, а легкоатлетический «Манеж» на Чкалово обретет новый купол. Такие приоритетные задачи поставил исполняющий обязанности мэра Ярославля Владимир Волков. Сегодня он побывал в спорткомплексе «Торпеда» и «Манеже» по соседству и встретился с руководителями отрасли физкультуры и спорта. На следующий год у нас в городе будет на резинотехнике построен новый стадион, большой объект с резиновым покрытием, с раздевалками, с трибунами. Купол на легкоатлетическом «Манеже» будем менять и поставим в план на следующий год. В Ярославле 15 тысяч детей занимаются спортом. Действует 17 спортшкол, 68 уличных спортивных площадок. Ярославцы достигают высоких результатов, в том числе на международном уровне. В ближайшем будущем планируют культивировать еще одну дисциплину – скейтбординг. Но немалые проблем, в том числе текущего характера. Требуется эта закупка инвентаря. На данный момент общая сумма составляет около 22 миллионов. Есть потребность ремонтов у школ, также есть потребность по антирессической защищенности. И общая сумма ориентировочная – около 20 миллионов необходимой отрасли. Над решением текущих проблем тоже будут работать, в том числе изыскывая внебюджетные средства. Золотых гор власти никому не обещают, но заверяют, что поддержат позитивные идеи. Отдельно Владимир Волков намерен выехать на велодром Дзержинский район, чтобы увидеть одно из уникальных сооружений страны, которому сейчас тоже нужна помощь. Ярославский «Локомотив» сыграет грядущие домашние матчи без одного из лидеров команды. До конца месяца из троя выбыл Якуб Накладал. Защитник получил травму. По прогнозам, Чех пропустит встречу с адмиралом из Владивостока, екатеринбургским автомобилистом, магнитогорским металлургом и челябинским трактором. Планируется, что в «Лазарете» Накладал пробудет до 26 октября, так что в финальной игре месяца Якуб сможет вновь выйти на лед. А вот «Экс» железнодорожник теперь представляет румынский клуб. Бывший нападающий «Локомотива» Алексей Михнов теперь игрок команды «Чиксереда». Европейский коллектив «36-летний форвард» перешел из «Нефтехимика». За «Локомотив» Яхнов выступал с 2005 по 2011 год. В клубе «Чиксереда» также играют два бывших ярославских игрока Петр Счастливый и Андрей Таратухин. Ярославичье пополнение теперь в волейбольном клубе Вячеслав Тарасов. Доигровщик выступал за нашу команду 4 года назад. Предыдущий сезон провел в Польше, защищая цвета клуба «Бельско-Бяло». В составе Ярославича Вячеслав выйдет на площадку в грядущем выездном поединке против Кузбасса. По итогам прошлой домашней игры наша команда штрафована почти на 100 тысяч. Санкции последовали в связи с поздней выкладкой статистики матча, а также из-за отсутствия видеопросмотра касания блока и сетки. Впереди реклама и погода. Моя часть выпуска завершена. Итоги четверга в Ярославле подвела Наталья Пиунова. Спасибо за внимание. Если что-то пропустили, ждем вас на нашем официальном сайте gtk.tv в разделе новости.